для обслуживания кофемашины для ее чистки у нас есть целых пять кнопок это три кнопки быстрой промывки заварочной системы молочной системы и порошковой системы вот они находятся здесь сверху есть кнопка очистка в один клик которая является комплексным очищением кофемашины и блокировка дисплея для того чтобы протереть дисплей при нажатии на эти кнопки у вас будет проливаться небольшое количество воды сквозь систему которую вы захотели помыть теперь давайте рассмотрим обслуживание кофе-машины это ежедневная процедура мы должны будем делать очистку в один клик то есть комплексное обслуживание комплексную промывку кофе-машины доктор кофе 2 нажимаем на кнопочку очистка в один клик и дальше все просто кроме текстового подсказок что нужно делать будет анимированная картинка которая будет говорить вам что нужно будет делать запускаем промывку и так первый шаг это снять диспенсер раздачи напитков и промыть его итак снимаем диспенсер нажимая на кнопочки сбоку и просто тянем его вниз вот мы его сняли для промывки диспенсера нам необходимо разобрать его на составные части с первую очередь снимаем вспениватель с нижней части давим пальцем с внутренней вытаскиваем наш вспениватель достаем резиновую вот эту прокладочку сам вспениватель и разбираем на составные части при разборе при промывке желательно не трогать вот это колесико она напрямую влияет на взбивание молока и соответственно на его расход но будет либо больше либо меньше если же вы его все-таки как-то подвинули прокрутили то необходимо его вернуть в изначальное положение далее все части мы промываем тщательно под водой собираем вставляем спениватель в диспенсер до щелчка и вставляем прокладочку готово и так диспенсер для выдачи напитков мы помыли теперь вставляем его обратно просто до щелчка готово шаг 2 машина просит нас извлечь миксер для приготовления шоколадных напитков и помыть его после этого установить обратно мы открываем лицевую панель по открывая замочек сверху дальше вот он наш миксер для того чтобы его снять нужно снять фиксатор передвинуть его в положение открыто чуть-чуть толкаем его вперед так чтобы язычок смотрел вниз после этого можно его снимать промывка миксера достаем нашу губочку она предотвращает попадание какао на рабочей части внутрь кофемашины разбираем его и промывают поступок проточной водой при долговременной работе внутри вот этой резинки вот здесь вот могут скапливаться накопления какао поэтому их нужно удалять и очищать с помощью каких-то длинки длинных тонких предметов например палочка для размешивания деревянная либо может быть какая-то ложка промыли собрали вставили губку обратно и так мы промыли миксер теперь ставим его обратно внутри кофемашины у нас находится варочный модуль для того чтобы его снять мы вытаскиваем емкость для гуще и у нас его есть специальное крепление чтобы снять варочный модуль с фиксации нам нужно нажать на кнопочку внутри тогда он отщелкнется и снимется все его может вытаскивать итак теперь мы идем к раковине и промываем варочный модуль промываем со всех сторон больше внимания уделяем именно внутренним его частям там где варится кофе ничего специально думаю тут не нужно мы просто смываем частички кофе с тех мест до которых не достает специальная химия вставляем мы его абсолютно также как и снимали устанавливаем его на крепление только потом там не нужно давить нужно поднять его наверх до щелчка после того как вы промыли варочный модуль и поставили его обратно на место закрыли лицевую панель кофемашина попросит вас нажать на кнопочку проверку в этом случае она начнет тестировать правильно ли вы установили варочный модуль идет тест заварного механизма необходимо подождать буквально одну максимум две минутки и так мы вынули помыли миксер и поставили его обратно подтверждаем переход к следующему шагу мы перешли к третьему шагу машина просит нас открыть дверцу и очистить контейнер для отхода достаем емкость для гуще выкидываем весь кофе который находится внутри промываем его и вставляем обратно для очистки молочной системы нам необходимо будет подготовить раствор из так называемого шампуня которого мы берем 50 миллилитров и разбавляем его на литр воды если у вас нету мерника вы можете мерить крышкой для 50 миллилитров это будет три полные крышечки итак раствор мы приготовили и вставляю туда шланг молочной системы вместе со штуцером чтобы штуцер тоже помылся для того чтобы вытащить шланг вместе со штуцером необходимо штуцер отсоединить от шланга потому что с ним он не пролезет здесь есть уплотнительное кольцо такое резиновое вставляем обратно пускаем в емкость с раствора и подтверждаем действие промывка началась в середине промывки кофемашина потребует еще раз нашего внимания и так она помылась с чистящим средством теперь шаг шестой она просит налить чистую воду я готовлю заранее 2 емкости вот 2 просто с чистой водой подтверждаем итак мы промыли кофемашину с всеми чистящими средствами к восьмому шагу она просит открыть лицевую панель и очистить контейнер для гуще очистили контейнер ставили обратно и у нас есть два варианта выключить кофемашину или вернуться в общее меню для того чтобы выключить кофемашину нам необходимо зайти в контекстное меню и нажать кнопку выключения подтверждаем выключение процессе она еще раз должна будет промыться периодически кофемашина будет принудительно вас просить помыть молочную систему для этого чтобы убрать вот это сообщение вам вы можете сделать очистку в один клик либо сделать быструю промывку молочной системы но в другом режиме нам нужно не тыкнуть на нее а подержать минимум три секунды палец на данной функции далее мы собственно выполняем весь алгоритм для промывки молочной системы которые нам пишет кофемашина на дисплее кроме ежедневной очистки комплексной кофемашины промывки молочной системы необходимо следить за чистотой наших бункеров делать это необходимо не так часто как мыть кофемашину да за этим следим чистим их раз где-то в две недели может быть раз в месяц по мере их загрязнения для этого нам необходимо их снять мы открываем замочек открываем лицевую панель здесь у нас есть такой красный рычажок который мы должны выйти как только мы его вытянули мы сняли фиксацию наших бункеров теперь мы можем их снимать и так вот у нас бункер с шоколадом берем ключ открываем смотрим на то какой он грязный этот бункер у нас абсолютно чистые мне пользовались вот этот бункер у нас шоколада периодически на его стенках образовываются налет то есть комкуется прилипает какао раз в месяц раз две недели примерно смотрим за этим бункером и очищаем его то есть высыпаем весь какао моем бункер высушиваем спаем какао обратно и ставим бункер на место то же самое нам необходимо сделать делать и с бункерами для кофе снимаем бункер для кофе открываем ключом вверх верхнюю крышку и смотрим за налетом который образуется на стенках это нужно делать обязательно не допускать появление вот этого налета кофейной пыли на стенках потому что есть кофейные масла есть кофейная пыль они смешиваются и остаются на стенках это этот налет очень пагубно очень плохо влияет на итоговый вкус напитка поэтому грязный бункер для кофе не допускается почистили бункер помыли его высушили засыпали кофе обратно и закрыли крышкой на замок и установили обратно после того как вы за установили помытые бункеры нам необходимо задвинуть рычаг зафиксировав наши бункера бункера должны очень плотно прилегать к корпусу рычаг задвинули все готово левую панель можно закрывать и так машина выключена периодически кофе машина будет выдавать вам определенные сообщения в которых будет просить что-либо сделать если у вас заполнится бункер для гуще то сработает датчик при его заполнении и она повестит вас в том что нужно будет его опорожнить кроме того бывает что происходят определенные ошибки в работе кофемашины в ходе вашего рабочего дня в первую очередь в этом случае мы смотрим в инструкцию для кофемашины если же она не помогает только тогда начинаем звонить в сервисный центр внимание что же делать запрещается не допускается попадание воды в контейнер для кофе и контейнер для ингредиентов нельзя открывать дверцу вынимать контейнер для отходов поддон контейнер для воды контейнер для ингредиентов и любые другие части во время работы кофемашины контейнер для воды предназначен только для холодной чистой воды использование горячей или ледяной воды не допускается также не используйте ароматизированный кофе для приготовления напитков это может привести к повреждению кофемолки не прикасайтесь диспенсеру во время приготовления напитков использование щеток и агрессивных чистящих средств запрещено для очистки поверхности кофемашины используйте мягкую ткань наполнять контейнеры воды ингредиентов до отметки максимум не выключайте питание когда кофемашина готовит напитки выполняете выполняет сама тестирование или очистку каким-то шутерным материалом растениям чтобы вы не узнаете клиенту в белую воду или в зашивание обещать воду на родной воды как поиска сцефальтерм в же примере индивидуализм